МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Квадратные метры» и я, ее ведущий, Владимир Сергея Яков. Здравствуйте! Вначале об основных темах выпуска. Знаменитый колодец на седанке грозит обрушить возникшая рядом стройка. Сюжет с улицы Политаева. Как защитить построенную спортплощадку? Рассмотрим конфликт на улице Залесной. Платить по индивидуальному теплощетчику разрешается. О новом порядке расчета за отопление. А теперь обо всем подробнее. Колодец с чистой питьевой водой, которым пользуются многие жители Дальневосточной столицы, может обрушиться. На стройплощадке с адресом Политаева, 25, в непосредственной близости от источника роют котлован для высотного жилого дома. Как компания «Трансдаве» получила разрешение на строительство водоохранной зоны, выясняем в первом сюжете. Вода из артезианского колодца чистая и очень вкусная, да еще и в пределах города. Увы, сегодня это большая редкость. Казалось бы, на фоне проблемы загрязнения природных вод тяжелыми металлами, пестицидами и гербицидами, чистую воду надо беречь, как зеницу ока. Но во Владивостоке такой источник, если надо, могут не замечать. Вот этому колодцу, которому, как говорят местные жители, больше 80 лет, сегодня угрожает внезапно возникшая по соседству стройка. Жители улицы Маковского, Серова, Политаева не согласны с таким варварским отношением к чистой воде. Вода такая драгоценность, а ее уничтожают. Вот так что пусть оставляют. На протяжении всей жизни мы берем, родители мы брали, царство имя небесное, и мы все берем именно с этого колодца. Роют очень интенсивно, вот за этим забором начинают стражировать, и все. И, естественно, вода уйдет, колодец будет убит полностью. Колодец выложен природным камнем. Жители опасаются, что кладка от вибрации может обрушиться и завалить его. А вибрация очень интенсивная. Снуют туда-сюда груженные самосвалы, экскаватор выкапывает котлован. И в любой момент могут вскрыть подоносный слой. При этом строительство ведется очень спешно, без праздников и выходных. Паспорт вывесили только вчера. Началась масштабная стройка, притом очень быстро. Буквально за вчерашний день ребята продвинулись на 10 метров в рытье котлована. И как это произошло? Совершенно без общественных слушаний, без ничего. Просто резко. Приехали, заставили ночью, и началось. Почему нарушаются санитарные нормы охраны источников водоснабжения? Учитывался ли колодец при выдаче разрешения на строительство? Эти вопросы хотелось бы задать заказчику компании «ТрансДВ». Однако в паспорте объекта ни один телефон не указан. Своего сайта у компании нет. На других ресурсах телефоны тоже отсутствуют. Поэтому мы, вслед за жителями Седанки, направили свои запросы в администрацию Владивостока и в Краевую прокуратуру. Существует три пояса зон санитарной охраны, в каждом из которых устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Граница первого пояса такого источника водоснабжения устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от водозабора. Источник может оказаться непоставленным на учет. В таком случае необходимо обратиться в органы местного самоправления. Соответственно, он должен быть поставлен на учет и определена обслуживающая организация, которая будет следить в том числе и за соблюдением зоны санитарной охраны и за качеством питьевой воды. В настоящее время по данному факту проводится прокурорская проверка. В администрации города подтвердили, что специалисты Управления архитектуры и градостроительства перепроверяют документы, на основании которых выдано разрешение на строительство. И поскольку ситуация в любой момент может стать необратимой, жителям рекомендовали обратиться к главе города для приостановки строительства на время проверки. Программа «Квадратные метры» намерена следить за развитием ситуации. Еще один пример земельного спора. Жители улицы Залеста и во Владивостоке на придомовой территории своими силами оборудовали спортивную площадку. А после этого обнаружилось, что участок находится в частном владении, и там вскоре может начаться стройка. Как защитить спортивную площадку от сноса, выясняли наши корреспонденты. Два месяца назад на месте старого пустыря по улице Залестной появилась настоящая футбольная площадка с ровным полем, воротами и ограждением. На данный момент единственная для всего микрорайона. Построили ее сами жители. Площадки до настоящего момента здесь не было. Была просто свалка строительного мусора. Детям приходилось играть по дорогам, бегать. Мы с соседями объединились в группе, кто чем мог скинулся. Все на благое дело согласились, быстро мы возвели эту площадку на наши средства. Но если бы все было так просто. По завершении работ к жителям пришли представители общества с ограниченной ответственностью «Заря» с требованием убрать все с участка, так как он принадлежит компании и предназначен для строительства капитального объекта. Есть определенные нападки на местных жителей, что эта территория уже якобы за ними, но никаких подтверждений этому предоставлено не было. Эта территория находится в прибрежной полосе ручья, в зоне санитарно-защитной зоны от кладбища. И здесь вообще ничего строить нельзя. Мы связались с гендиректором ООО «Заря» Светланой Соломыковой, чтобы прояснить ситуацию. По ее словам, никаких работ не ведется, и жильцы напрасно беспокоятся. Но в кадастровых планах указан данный участок, предоставленный под проект компании. Мы обратились к экспертам, чтобы узнать, какие действия могут предпринять жители для сохранения своей площадки. У граждан надо создать инициативную группу и обратиться с коллективным заявлением в прокуратуру района, либо в прокуратуру города. Требования должны содержать, и суть их должна быть в том, чтобы по заявлению граждан прокуратуре провести проверку, да, и проверить законность предоставления данного земельного участка. И по результатам, в том числе, проведения прокуратуры проверки, будет альтернатива либо предоставить этот земельный участок под социально значимый объект, да, либо предоставлять под какие-то другие цели. На первый взгляд, жильцы осуществляют благородное дело, но с юридической точки зрения, это самовольный захват земли. Чтобы сохранить площадку как социально значимый объект, необходимо обратиться в прокуратуру. Также можно провести независимую экспертизу водоохранной и санитарной зон, по результатам которой будет ясно, возможно ли капитальное строительство на данном участке. Хорошие новости для жителей новостроек. Если в вашем доме горизонтальная разводка системы отопления и установлен общедомовый прибор учёта тепла, с 1 января этого года вы можете платить за отопление по показаниям индивидуального теплощётчика. Уже независимо от того, оборудованы ли ими все помещения в доме. Если такого прибора у вас нет, самое время его установить. Что для этого нужно, какие документы могут понадобиться, задаём вопрос специалисту. 28 декабря 2018 года вышли изменения к 354 постановлению правительства, где изменены формулы для расчёта в домах, которые оборудованы как индивидуальными приборами учёта, так и общедомовыми. Потребитель обращается в первую очередь к управляющей компании. Значит, управляющая компания должна выдать либо технические условия, либо дать рекомендации потребителю, каким образом он должен установить данный прибор учёта. Одним из обязательных документов – это паспорт прибора. Возможно, понадобится управляющей компании актом монтажа или приёмки в эксплуатацию той организации, которая производила монтажные работы и настроечные работы. После того, как управляющая компания выдаст допуск прибора учёта в эксплуатацию, потребитель или сама управляющая компания её должна передать в расчётный центр, его должны поставить на учёт. И в дальнейшем потребитель ежемесячно должен для корректности расчёта передавать показания начальное и конечное. И тогда расчёт будет происходиться, исходя из показаний индивидуального прибора учёта и общедомового, как остаточное из всего распределения. Если в новостройках экономить на оплате за тепло сегодня стало проще, в старых домах, как правило, устанавливать индивидуальные теплощётчики технически невозможно. К тому же многие дома до сих пор не имеют общедомовых приборов учёта тепла, поэтому собственники вынуждены платить по нормативу. Так, в доме на импортной 16 оплату начисляют по нормативу, даже если радиаторы в квартире холодные. Подробности в следующем сюжете. Батареи совершенно холодные, то есть моя рука гораздо теплее. Спасается только тем, что включаем колорифер, чтобы ребёнок не замёрз. На всех пяти этажах дома угловая комната без центрального отопления. Обогревать её приходится с помощью электричества. Соответственно, растёт плата за свет. А кроме того, и за тепло платить приходится по нормативу, потому что теплощётчика в доме нет. От тепла получаем меньше, а платим по полной программе. Ещё и за свет, потому что огрелка не выключается. У меня ещё дед парализованный лежит в той комнате. И за свет 1493 рубля. Эта проблема, по словам жителей, актуальна уже четвёртый сезон. Обращения в обслуживающую организацию результата не дают. Температура воды в радиаторах по двум стоякам не поднимается выше комнатной. Светлана Петряева чаще других соседей обращалась с жалобами. Правда, не в управляющую компанию, а в обслуживающую организацию. В прошлые годы ей удавалось добиться частичного перерасчёта платежей. В этом году составить акт о некачественной услуге теплоснабжения пока никто не приходил. Терпение уже закончилось, потому что бегали ноябрь, декабрь. И после праздников я пошла, и заявление у меня приняли 10 января. У меня здесь написано, прошу составить акт. Мастера не было. И сколько ни звонила, никто трубку не брал. То есть обратной связи с управляющей компанией нет. Почему радиаторы холодные, точно никто не знает. Кто говорит о низкой температуре теплоносителя, кто о зашлакованности теплотрассы. Есть также предположение, что соседи с первого этажа когда-то запитали от центрального отопления тёплый пол, что привело к снижению давления на двух стояках. Чтобы выяснить причины холодных батарей, мы обратились в управляющую компанию Фунзенского района. Её специалисты получили доступ в квартиры первого этажа. Наша обслуживающая организация получила доступ в две квартиры. Выполнили работы по внутренней системе теплооснабжения этих квартир. Были сняты термоголовки, которые прикрывали циркуляцию системы отопления. Останавливали. Надеемся, что если будут нормальные параметры по гидравлике и теплоносителю, температура в квартирах нормализуется. Но пока параметры теплоносителя нормативам не соответствуют. Так, в момент съёмки перепад между давлением на подаче и давлением на обратном трубопроводе был меньше 100 грамм на квадратный сантиметр. А этого для нормальной циркуляции в таком доме недостаточно. Ниже нормы и температура входящей воды. Чтобы зафиксировать нарушение, провели проверку с участием районной тепловой инспекции. По замерам входящая температура составляет 65. По нормативу она должна быть при нынешней температуре наружного воздуха в районе 80. Это так сегодня будет полностью оформлен. Передана тепловую инспекцию для принятия мер. Возможно, всё-таки после этой комиссии температура теплоносителя на данный дом будет поднята. Если за температурный график ответственна компания ДГК, то давление регулируется насосными станциями муниципальных тепловых сетей. В обе компании обещают направить претензии и требовать перерасчёта за некачественную услугу. Между тем, при перерасчёте не учитываются параметры теплоносителя, имея значение только факт низкой температуры в квартирах. Поэтому, если температура в угловой комнате опустится ниже 21 градуса, жителям необходимо вызвать представителя управляющей компанией Фрунзенского района для составления акта о некачественной услуге. В противном случае обращаться в Государственную жилищную инспекцию. Продолжается строительство жилого комплекса «Зелёный угол. Вторая очередь». Рядом с тремя заселёнными домами первой очереди. Сегодня поднимается два следующих. И первый из них застройщик планирует завершить уже к концу года. Уже через два года здесь, по замыслу застройщика компании «Восточный луч», будут стоять три 19-этажных дома. Строятся они по монолитной каркасной технологии. В первом из них уже возводится восьмой этаж. Здесь сегодня устанавливают опалубку стен. По уровню комфортности будущие дома относят к классу «Стандарт». Квартиры сдаются с окнами, входной дверью, стяжка у нас будет напольная. Также будет горизонтальная разводка системы отопления с установкой радиаторов и индивидуальными тепловыми счётчиками. По проектной декларации сдача первого дома в мае 2020 года. Но застройщик планирует сдать его уже в этом году. А по соседству начинается строительство следующей высотки. Котлован готов, вбиты три контрольные сваи фундамента, которые будут тестироваться с проектной нагрузкой в 200 тонн. Второй дом планируют завершить к концу следующего года, но квартиру в нём можно купить уже сегодня. Квартиры с удобными планировочными решениями по ценам 2018 года. Однокомнатные просторные квартиры с большой кухней, лоджией. Также есть много вариантов и двухкомнатных квартир. Стоимость квадратного метра от 49 тысяч 500. Кроме того, застройщик предлагает дополнительные скидки для работников бюджетной сферы. В настоящее время начато проектирование автомобильной развязки, которая обеспечит транспортное сообщение строящегося микрорайона с объездной трассой Седанка-Патрокол. Это все материалы на сегодня. Напомню, что все выпуски программы можно найти на нашем сайте otvprim.ru. Звоните по телефону редакции 221-4011. Ваши сообщения ждут также по номеру в системе WhatsApp. 8-914-670-7827. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!